В Адагихабле подвели итоги социально-экономического развития района за 2015 год и наметили основные задачи на 2016. Отчет главы послушала и Фатима Даурова. В своем выступлении заместитель главы Адагихабльского района Александр Куджев отметил, что год минувший для района оказался, как и для всей страны, нелегким на фоне финансового кризиса. Но благодаря совместной работе и взаимопониманию между органами исполнительной и представительной ветвей власти при поддержке правительства республики удалось достичь поставленных целей в сельском хозяйстве, промышленной и социальной сферах. Сельскохозяйственное производство является основой экономики нашего района. За отчетный период возросло количество крестьянско-фермерских хозяйств. На учете в администрации на сегодняшний день находятся 108 хозяйств различной формы собственности, которые занимаются производством, переработкой, реализацией сельскохозяйственной продукции. В районе повысился темп строительства общественно значимых сооружений. Проложена водопроводная сеть в хуторе Дубянске протяженностью 2900 метров на сумму более 1 миллиона рублей. Завершена реконструкция и введены в эксплуатацию средняя общеобразовательная школа в хуторе Киева-Жураки на 80 мест и детский сад на 25 мест. В текущем году планируется ввести в эксплуатацию новый автомобильный мост через реку Малый Зеленчук, который восстановит прямое сообщение между Адыгехабльским и Ногайским районами. Это будет современный мост, соответствующий всем экологическим и техническим требованиям, общей протяженностью 98 метров и грузоподъемностью в 100 тонн. В этом году очень много вопросов непредвиденных ушло на то, что вы видели мост, который огромную сумму потратили. Это жизненно важный мост. Потом новые водозаборные станции, которые более 20 миллионов стоят, плюс платеженность к хранению воды. Это тоже огромная сумма, которые ушли. И мы, учитывая, что общее состояние в республике распределяется поровну, я считаю, что мы свою задачу выполнили. Завершение строительства и сдачи в эксплуатацию объекта, реконструкция очистных сооружений и канализации Аула Адыгехабль, реконструкция бывшего административного здания колхоза имени Кирова под образовательную школу села Спарта на 105 учащихся, оказать содействие в начале строительства детского сада Аула Вакожили и изготовлении проектосмертной документации и начало строительства детского сада на 100 мест в селе Садовом. На фоне общего финансового кризиса наблюдалось уменьшение среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий на 7%. Уровень безработицы держится в пределах нормы. В текущем году администрация района будет уделять внимание практическому решению социально значимых проблем для жителей района. В частности, по программе «Устойчивое развитие сельских территорий» ожидается реконструкция водозаборного сооружения Апсуанской насосной станции, строительство разводящих водопроводных сетей в селе Садовое и многие другие положительные изменения в жизни района. Фатима Дорова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево, Черкесия, Адыгихабльский район.